Высокая пожароопасная обстановка сохраняется на территории Вилюйского района. Огненная стихия там разбушевалась под конец недели. Почти половина пожаров действует там, а лес горит на общей площади в несколько тысяч гектар. А накануне в Якутию прибыл самолет БЕ-200 МЧС России, при помощи которого и будут тушить пожары в районе. Решение использовать судно приняли на совещании председателя правительства Якутии Евгения Чекина на днях. Подробнее о ситуации с лесными пожарами в республике расскажет Виталий Абрамов. По последним данным, на территории республики действует 17 лесных пожаров общей площадью более 18 тысяч гектар. Трудная ситуация продолжает сохраняться в Вилюйской группе районов, в Уссалданском, Горном и в Намском улусах. Однако наихудшая ситуация на сегодняшний день в Вилюйском районе, где горит более 3000 гектар леса. На территории Улуса есть два крупных очага в зоне авиаобслуживания. Всего с огнем борются более 150 человек, но все равно людей недостаточно. Поэтому призываю земельков пройти добровольцами, особенно жителей города, так как сенокосная кампания в разгаре. Несмотря на сложную обстановку, огнеборцам удается не подпускать огонь к населенным пунктам. Надо сказать, что вот 202 человека федерального резерва, которые прилетели к нам, они очень сильно нам помогли. И с их помощью, думаю, уже в ближайшее время ликвидировать также пожары в Намском районе, я уже забыл сказать, и в Вилюйске вот эти пожары. В общей сложности с огненной стихией по всей республике борется более 600 человек. Накануне в помощь величанам прибыл самолет-амфибия Би-200 МЧС России. На территории республики Саха-Якутия продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарными на данный момент складывается на территории Вилюйского района, где действует ряд крупных природных пожаров. В связи с чем правительством республики совместно с МЧС России принято решение о привлечении на тушение данных пожаров самолета Би-200 ЧС уже завтра с утра начнет свою работу в Вилюйском районе по защите населенных пунктов и тушению природных пожаров. На неделе пожароопасную обстановку лично промониторил глава республики. Борисов осмотрел с воздуха территории, пройденные с огнем и места локализации очагов возгорания. Кроме того, встретился с жителями сел Батамай и Кылаи, которые активно помогали пожарным предотвратить разгул стихии на собственных территориях. Однако вместе с тем у некоторых огонь уничтожил сенокосные угодья. Прежде всего надо искать, если ваши угодья сгорели, а где-то в соседнем угоде сохранились, то местным органам власти надо принимать меры, чтобы поддержать предоставление других угодьев, если они сохранились. В этом случае, я думаю, что и наследие, и район пойдет навстречу. Если совсем ничего не осталось, то, конечно, мы разберемся в этом. Обычно мы информацию получаем, обследуем, и тогда, в принципе, угодья в Кабельском районе очень много. Например, на том берегу можете получить угодья, косить. Если транспортные расходы большие будут, то часы расхода мы обычно тоже возмещаем. Глава республики рекомендовал соответствующим структурам не снижать уровень контроля за ситуацией и принять исчерпывающие меры для ликвидации всех возгораний. Всего с начала пожара опасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 215 лесных пожаров. На общей площади более 37 тысяч гектар. Виталий Абрамов, Александр Хабычарова и Георгий Григорьев. Якутия. День за днем.